Всем еще раз привет, друзья, возвращаемся в прямой эфир, продолжаем смотреть за противостоянием Empire и Hellraiser 1-0, Empire впереди, в матче за выход в финал winner of, турнира под названием 2 Asia Championship 2015, ну и вторая карта, вторая карта, ребята поменялись сторонами, Hellraiser с первым пиком забирает себе Vengeful Spirit, Team Empire, пока пиком бремастер ответили, в банах у нас, конечно же, Джиггернаут и Висп, и Сларк, Тайтхантера тоже убрали обе команды. Ну что ж, Empire, в принципе, забирают тех героев, которых, ну, которого, во всяком случае, одного персонажа они брали в той карте, это Бремастер, был у них такой герой от Resolution, посмотрим, заедет ли Doom, или можно приберечь этот пик на потом, пока это Рубик для Aloha Dance, ну, кстати, отыграл Aloha Dance весьма-весьма успешно на этом персонаже, нафармил, очень много нафармил, очень хорошо врывался, очень хорошо инициировался, Был весьма полезен И посмотрим, чем ответит Hellraiser Напомню, дорогие друзья, что после этого матча будет еще два матча, B103, вот эти матчи у нас состоятся сегодня же, на этом же канале, у нас будет небольшой стоп-старт стрима по окончанию этого матча, потому что меня на комментаторском месте сменит товарищ Витти Годхант, и он продолжит для вас комментировать сетку лозеров по этой квалификации, вот, поэтому готовьтесь на продолжительную трансляцию, Как и вчера, в принципе, будем заканчивать, я думаю, где-то под утро уже, вот, ну, а потом с новыми силами будем врываться в прямой эфир и для вас комментировать уже под утро азиатскую квалификацию ТТ2 Asia Championship Ну, насколько мне известно, начнется первый матч уже через 11 часов, в 5, то есть в 7 утра по Москве будет первая игра, очень-очень рано, поэтому готовьтесь Ну, и, возможно, если получится, мы даже в 2 параллельных стрима будем комментировать, но пока еще не решено, вопрос обсуждается Ну что же, второй пик От Hellraiser с Vengeful Spirit пиком первым заехал, посмотрим, что будет дальше Фантомку лучше брать не особо хочется, я вижу Гурцу Ну, пока можно добрать суппорт второго, взять Скайя, например На скорой герои мы уже во второй стадии определяться Ну, говорится, уже тратить даже свой доптайм Бывает Так, ну, кстати, по поводу голосования в паблике моем, mpk.com.adquat.tv После... Несмотря на поражение Hellraiser с первой карты, все равно за эту команду болеет большинство Ну, проголосовало больше 3,5 тысяч человек и 77,7% за эту команду За Эмпайр только 22,3% Да За это болеть не перестанут Что пак вторым пиком появляется от Hellraiser Вторая стадия банов пошла, избавляются от Draw Range, Moon Essentials Operation Продолжение следует... Думаю, все-таки решили Хеллд Рейзер забанить Но это вполне предсказуемый и ожидаемый бан Хеллд Рейзер, действительно много неприятного всего этот дом сделал В первой карте Ну что ж, ну и Сайлент Нужно кого-то забанить и дальше добирать героя Банится Чен И Лайкон, третий пик от Империи Вы знаете, ребята из Империи берут тех персонажей, которыми они триковали еще весной того года Вот эти вот Ликантропы, Думы, Герокоптеры Это все действительно у них было чуть ли не в каждой игре И они этим тащили, они этим выигрывали И меня радует то, что они вспоминают свои прошлые пики и ими катают Но ждите, у них получается неплохо Продолжение следует... Горец 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 Горд — Горец 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 Гор Ну, не себе, для своих суппортов, очевидно, да. Для Дредда и Годдема. Так, ну вот керри и оффлейн, судя по всему, оставили напоследок. На потом. Ну, теперь ей нужно второго суппорта добирать. Для флая кого-нибудь. Тролль Вардлорд. Для Лекантропа и для Брюмастера, да. Чуть плата Лтранса, там, будут достаточно серьезно наваливать руки. Особенно, наверное, приятные для Лекантропа. И сам Тролль Вардлорд, конечно же, тоже будет неплохо. Наваливать вопрос только как по линиям будут распределяться вот эти вот три кор-героя. Возможно, Брюмастер все-таки придется сместить на сложную. Лекантропа в мид, тролль на легкую. Или тролль в мид, Лекантроп на легкую. В зависимости от того, на чем хотят отыграть Resolution и Silent. Shadow Fiend от Hellraiser. Даже так? Очень опасное решение, очень... Непредсказуемое решение от Hellraiser, действительно. Shadow Fiend, Shadow Fiend. Ладно, поглядим, что с этим Shadow Fiendом смогут сделать HR и последняя стадия банов, далее за ним. Последняя стадия пиков и непосредственно к просмотру самой игры будем переходить. Battle's Void. Battle's Void является в банн от Империи. По идее, Hellraiser должны будут избавиться от неприятного для себя саппорта. Как вообще они все забыли и посмели забыть про Sky? Неужели в этого героя больше никто не верит? Раньше чуть ли не на ФП заходил. Теперь даже вот в последней стадии банок не появляется. Банница Dazzle. Решили этого саппорта убрать в Hellraiser. Саппорта убрать в Hellraiser. Но Империя, последний пик. Решили этого саппорта убрать в Hellraiser. Решили это саппорта убрать в ХМ. 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 Что думает? Думает у нас Сален. Последний пик осталось сделать. У него же топ-тайм тратится. 30 секунд осталось до выбора героя. О-о-о. Огармаг. Неплохо. Дополнительный баф будет для кор-героев. Станчик. Как положено. Ну и Hellraiser с Last Pick. Ну что, кто ласт героем из Hellraiser зайдет? Куда, во-первых, пойдет у нас с Shadow Fiend? Будет ли это Shadow Fiend от Афонина в миде? Бристалбека. На сложную забирают себе. Такого танк, по идее, должен был быть какой-то, который бы прикрывал своим мощным телом Shadow Fiend и остальных. Вот он и заехал. Так, ну что, ребята, разбирайте себе героев. Давайте смотреть за этой игрой. Так, ну что ж, Hellraiser с Дреддс играет на Avenger Full Spirit. Играет они за Рейдинг. Тортес взял себе Бристалбека. Такой фармящий Бристалбека нас, видимо, ожидает. Афонин взял себе Shadow Fiend в миде. Goddem на Disruptory. Ну и Горец на сложную паком пойдет. Вот так вот решили расставить свои линии, ребята, из Hellraiser. Ну и Empire. Silent, снял себе Троль Варлорда. Суппортить ему будет Fly на Огармаге. И Алоко Дэнс, конечно же, на Рубике. Пока они триплой в сложную отправляются. В миде будет ставить Resolution на Ликантропе. Ну и Йоку на Бримастере пойдет на Лё. Ну вот триплой в сложную. Это очень интересно. Империи готовы играть, а не агрессивно. Придется попадаться им против Бристалбека. Посмотрим, смогут ли они его загмобить. Ну такой триплой, в принципе, можно. Так, забегают Чужие Леса. Артес. Видит Салента, Суппорт Офон. Ну вряд ли разглядел. Ставится такой вот Observer Ward, который, в принципе, блочит спауны. Суппортом нужно будет один Центричник приберечь, для того, чтобы делать отводы. Так, Офонин контролит нас на топе руну. Снизу, конечно же, будут забирать имперцы. Тут все ясно, все понятно. Что там на сложной линии? Нас ожидает противостояние Пака против Бремастера. Девардик идет, видимо, от Hellraiser. Поставили Сентричник, нашли Чужую Обсерго. Офонин руну Богатства забрал. Там забирает Рубика. Ту самую руну Богатства. Ну что ж, Суппорты, по идее, должны будут перетягиваться сейчас на легкую линию, к своему Бристалбэку. Потому что там будет стоять Трипла, и без помощи Бристалбэку одному будет действительно тяжко. Вот этим Годем и Дредд, конечно-таки, занимаются. Ну, Афонину здесь подстопили немножко онлайн. И хорошо, Афонин будет начинать каесить. Пытаться крипстать этих каких-то крипочков именно с своего хайграунда. Резолюшн тем временем прожимает Хауль. Ну и пытается ласхить. Так, Ортес. Должен держать дистанцию, потому что уже Алоха Дэнс готов заходить в спину. Есть Телекинезис. Есть Игнайт, конечно же. Сальн покидывается топориками. Дал замедление. Ортеса пытаются забрать. Бьют с руки. Пару тычек нужно еще сделать. И Алоха Дэнс последний своей тычкой отправляет в Тавер. Ну, Кристалбэк, и вот он Ферзбат. Не успели потянуться сюда. Видим, Суппорты. Холрэкзер с пешочком шли и шли. Такие не дошли. Людс видит ко всему, что спаун заблочит. Нужно грамотно поставить Сентрис сейчас Дреду. Чтоб была возможность... Ага, вот правильный Сентришник. Ну и Диварник произошел успешно. Просто этим Сентрил он не заблочил сам себе спаун. Ну, Дред. Есть у меня такие подозрения, что возможно он даже и заблочил. Ну, вроде как далековато поставил. Что там трипы должны будут появляться. Ну, посмотрим. Ну, вот полноценная трипла здесь получилась. И Холдрейзер, наконец. Видит Эмпайр. Сапог себе приобретает Саленд. Сапог сразу же у Рубика тоже появляется. Ну, вообще, конечно, если не Артеса, такого-нибудь другого суппорта, если будут притягивать, они моментально будут его убивать. Слишком жесткий там дэмэдж заедет. Топорики снова пошли. На этот раз никуда от Саленда. Что в миде? В миде нас Афонин. Видим, гоняет очень серьезно Ликантропа. Резолюшн стоит под своим тавером. Он уже начинает активно использовать койлы свои, Афонин. Фармил себе уже на боттл. 11.06 у него Крепстат. У Резоля в это время 4 на 0. Ну да, конечно, здесь Шадо Финн свою линию выигрывает. Ну и периодически, возможно, все-таки Алоха вместе с Флайем будут перетягиваться на медлини и помогать своему мидеру. Иначе, конечно, линию можно будет проиграть Салат. Йоку на топе. Имеет 7 на 3. 10 на 2, тем временем, у Корса. Рубик взял дэпл дэмэдж. Ну и потихоньку перетягивается на медлинию. Ну, вряд ли удастся вот так вот вдвоем и Сафа убить. Это там 644 хп. Если хорошо телекинез дать под Крепочков, то забрать действительно можно. Ну, конечно, есть возможность здесь сделать отводы у Рейзер. С этим они и занимаются. Пытается, правда, Салат вместе с Флайем споровать. Тактины получается сделать. Ну, дэп, конечно, не претендует на убийство этих Крепочков. Вот, встал так, чтобы получить экспириенс. Хотя бы хоть что-то. О, Боевом откинулся. Но Креподаш своровал, короче. Встягивается на Артес, кстати. Флайя нужно уходить. Вешается Тундерстрайк. Будет ли Глимс. Так, Глимсуют. Возвращают Флайя. Сразу же он дает стан в год демо. Там и Сален вгрызается в год демо. Дает топорики. Телекинезис откидывается. Стан по всем итоге. Сбирает фраг. Ну, Флайна тоже погиб. Артес продолжает так и Клэл Спрея. Вот, юзает Мэджик Стики. И Сален, скорее всего, тоже погибнет. Вбивается Хилинг Селлом. Не спасает его. Это стан залетает на Лоха Дэнс. И Артес делает трипл килл. Ну, вот так вот. На дистанции, конечно, Бристалл Бэк просто бешеный урон вносит. 1600 урона он нанес. Жесть, конечно. Это очень-очень много. Ну, и заработал больше всех денег. 710 монет. Экспиринс 340 поднял. В общем-то, здесь Хелл Рейзерс начинают неплохо. Несмотря на то, что Артес на Ферзбат отдался. 3-2 пока в пользу, ребята, с Хелл Рейзерс. Глоссов Хест появляется у Афонина. Возможно, есть смысл нафармить тебе на Мидас. Хест тебе забирает. Сразу его активирует. Знает, что здесь нет вижена у ребят из Эмпайр. Поэтому можно в спину на Йоку зайти. А Йоку-то здесь у нас без Прайма Сплит. И большие проблемы у него могут быть. Клэп он только что потратил. Заходит СФ в спину. Бьет с руки. Коил средний. Коил дальний. И минус. Неплохой ему Фатафонина. Фраг заработал. И на этой же самой Хосте отправляется на свою Мидлинию. 4-2. Еще приходит в Мидлинию. Здесь Коилом не попал в Алоха. Алоха успел отойти. В отсутствии пока Ликантропа. Пытается Алоха подфармливать. Ликантроп уже понимает, что на Миде делать им абсолютно нечего. Алоха смещается в леса. Боттл есть. Базилиус левел 5 у Резолюшена. Не так все хорошо, как хотелось бы, конечно. И шиловатым это будет ли не даваться. Ну а Сайлент. Один пошел на Дреда. Вообще очень аккуратнее нужно играть сейчас. Потому что они и так уже серьезно нафидели Артеса. Еще и Флайм может подставиться. Вешает Стандерстрайк. Дред дал стан. Артес впивается. Неплохие топорики. Но подошедший ИСФ помогает. Климсанули. Плюс ко всему еще и Сайлента. Сайлент пытается пройти Артеса ему не дает. Блочит стэп аут от Сайлента. И... Да. Сайлент еще идет. Ну или в любом случае это еще один фраг для Холл Рейзерс. 5-2. 3 промах подряд у Афонина сейчас будет. Таки не смог он добить крипа. Несы так и идут. Йоку теренем в спину на Горца. Горец на Элизорио Арпу Шоу. Сапог 0-3 сман Боттл. 27 на 7 крип стату Пака. У Йоку была одна смерть. 17 на 4. Но Йоку свою линию проигрывает. Резолюшн свою линию тоже на миде проиграл. Ну и на нижней линии у Эмпайр тоже провалился. В итоге все три линии команды Эмпайр были отданы. Тяжелое конечно начало. Посмотрим как они из этой ситуации будут выкручиваться. Лайкан пошел взял дабл дэмэдж. Ну а Фонина есть другая руна, которую он будет брать сейчас. Руна богатства. Ну и скоро у него появится уже готовая мидас. Так, тут у Артеса видим есть Ring of Health. Есть Magic Wand. Левел пятый пока. Там еще где-то Курьер успели Эмпайр отдать. Стан. Флайер. Годдэм здесь. Телекиней с Алоха Дэнс. Чтобы не был Глимс. Но Глимс все-таки вкастовывается. А у Флайера вернули. Разорвал его Шадо Финт с помощью Коила 4 уровня. Но это 6 фраг для Холл Рейзерс. Отлично передвигаются Холл Рейзерс. Отличные ганги. Неплохо напикали. Поставили свои линии. И пока видим доминирует. Мидас уже УСФ появился. Вот какие-то либо изменения по линиям. Мне интересно, да? Потому что Сайлент на сложной линии тоже себя не очень комфортно чувствует. Стоя против Бристалбека. Фейсбутцы Сайлент себе успел купить. Откидывается по возможности топориками. Артес. Покупает себе робы. Уже имеет нарушать. Ну и плюс ко всему ребята из Эмпайр вообще не видят передвижения стороны саппортов. Посмотрите на вижен на мини-карте. Каким обладают виженом ребята из Холл Рейзерс. И что видят ребята из Эмпайр. Что вардов у них попросту нету. Сайлент. Таберстрайк получает. Топорики дал его. Глимсуют. Артес. Поставился очень серьезно по Тауэр. Прикоет Локэнденс. Убивает Артеса. Сайлент каким-то чудом остался в живых. Сейчас попытаются еще год демо подцепить. Там моментально из ФТП потянулся Горец. Есть у него Дрим Койл. Горец дает Сайлент на флайне. Дает ему дать Файр Бласт. Дрим Койл он флайет, цепляет. Очередной раз шифт. Игнайт пошел. Файр Бласт дается. Но уже Огрмак погиб. Суппорты в зря. После убийства Артеса пошли дальше. Получается. Афонин. Ой-ой-ой. Пошел за руны. Тут его план перехват. Резолюшн грызается под шифтом. Вот Йоку будет дотянуться к лэпам. Ай-яй. Годем сюда стягивается. Хороший кинотикфилд ставится. Где до конца Резоль. Волчата бьют. Афонин пытается отхиливаться с помощью своего Ботла. На перерез. Йоку бросается. Игнайт пошел. Афонин должен погибать. Афонин погибает. Но взорвавшись убивает также Ликантропа. Годем получает. Файр Бласт должен тоже погибать. Йоку лоу ХП. Погибает и он тоже. 2-2 размен. Волчата бьют. Бегают. Дредд пытается убить Флая. Ставится в артут Флая. Горит в стагоночку. Но Ботлом отхиливается. Или Зори Орб. Игнайт пошел в горца. Флай дает неплохой, кстати. Файр Бласт Игнайт. Ой-ой. Дредд дает. Вейв добивает, видимо, Гармага. 3-3 размен. И Алоха сражается против Дреда. Но волчата. Волчата все время грызут. Они, значит, у нас серьезный буст дают. В этом мини-файте от Эмпайр. И в итоге. И Резолюшн делает даже дабл-килл. Вот тут дэмэдж, кстати, не показывается от волчата Лекантроп. На самом деле, вот сам Лекантроп 57 урон нанес за мисси. Но его волчки нанесли там, я не знаю, больше 1000 урона, наверняка. Что-то серьезно так прогрызали. Ну, так выигрывают Эмпайр. Причем, что очень важно, они, во-первых, сломали стрик Артесу. Они сбили Киллинг Спри. Во-вторых, они Шадоффинду тоже стрикто фломали. И у того тоже был Киллинг Спри. А это огромный подъем по деньгам. Это возвращение, скажем так, в игру. 10-7. 10 минут игры практически уже позади. Смотрим на графики. Хелдрейзер сфили около 3000. Осталось только 2000. По экспириенсу было 3000, осталось 1000. Сален снизу готовится за него. Так, огурец, цепляет. Дримкойлом. Топорики пошли. Игнайт в год демо. Сален. Синтекфилд зажимает его. Сален-то нужно продавать. Сален, в любом случае, погибнет. Бывает топорики им откидываются, но и выйдет. Видим баг. Не мешает ему тут погибнуть. В итоге один в один размен. Свал будет Алоха Дэнс. Прямо по статик шторм. Погибает Алоха. Глимсует еще йогурт мага прям в фил. Флайер скастовывает. Тоже будет погибать. В итоге это один в три. Дред делает дабл. 12-8. Ну, теперь ребята из Эмпайра ошибаются. В это время Резолюшн, видим, заходит на Рошан. И аккуратненько пытается его забрать. Фейв залетает. Дред прочекал. Дал инфу. Резолюшн понимает, что нужно отступать. Так просто ему Рошана не отдают. Соседивается и Афонин. Варбит маску у Афонина есть. Интересно, какой артефакт ему падется. Варбит маску. Ну, скорее всего, Доминатор. Ну, и решили сами, ребята, из Скелдрейзера с Рошана забрать. Здесь фолчата. Коем отхидываются. Так, приходит у нас Резолюшн. Топорики. Ай, не успевает за Рошанчиков подраться. Но решает после Рошана подраться. Годем тэпо аут. Годема будут съедать. Годема съели. Не дали тел тэпо аут. А Дредда стан в Йоку. Неплохой ультимейт от Афонина. Получает он фаербласт от Флая. Музыка срабатывает тоже. Пошел Праймал Сплит от Брюмастера. Сразу же СФ поднимают. Дредда будут станить. Дредда убивает. Горец, я не сумел как разобраться с Огармагом. Один в два размен. Ну, и теперь Афонин нужно убивать. Афонин. Коэл ближе не дает. Получает, стан погибает. Теряет разве что только Аегис пока. Горец летает. Йоку бы нужно забрать. Йоку у нас убивается босс. Он дрипкоил неплохой. Йоку. Но успел дать Дракен Хейс. Погиб. У нас Сален с Афонином будет драться. Артес помогает Афонину. Сален, Сален. Нет, все-таки погибает. И силушек не хватило, чтобы Афонина забрать. В итоге 17-11 очередная выигранная драка от Хелл Рейзерс. Ну, драка, казалось бы, 4 в 4. Но мы понимаем, что Афонин и Артес остались живых. А это два кор-героя Хелл Рейзерс. А тут кор-герои попогибали. А что, наверное, с какие-то бои? За 12 минут неполных игры сделано уже 28 фрагов. Настоящая СНГ Дота. Суперактивная. И Мом покупает себе Шадоу Фин. А Афонин. Что творит этот парень? Ну, вот важно после покупки такого артефакта, достаточно агрессивного, но не сейбового, не умирать. Потому что если ты покупаешь Мом и погибаешь там раз, два, три подряд, то ты становишься бесполезным эсэпом на карте. А если ты покупаешь Мом, фармишь, при этом еще умудряешься делать фраги и не погибая, то потом у тебя появляются очень быстренькие крутые артефакты. Дредд контролит руну, забирает себе дабл дэмэдж. Есть медалька левел 8. Немножко настакали здесь. И узвется сразу же Смог и Годем. Афонин и Дрэнд попытаются напасть на топе на Йоку. Горец стоит тоже здесь. 1500 монет. Горец пытается его кормить. На даггер. Тут, кстати, к Йоку подтягивается Алоха. Видят троих. Какая встреча. Телекинезис, Алоха. Будет, конечно же, погибать. Там еще неплохо. Климсанули, видимо, Йоку. Сцепили его с таких шторм и тоже будут убивать. Минус 2 сделали, ребята. С Хеллд Райзерс отличный смок вывозка. Да, такой подставы Эмпайр явно не ожидали. Еще такие Смоки будут. Хэр играют, конечно, активно. Резолюшн. Ликантроп. Третий Нетворст на карте. Пытается сломать Тайзен Тавер по миду. О, Гормак рядышком. Но в спину. В спину уже заходит Хеллд Райзерс. Дредд, Годем под смоками. С Шторма, но есть другие касты. Хотя Ману Годема явно немного Дредд дает вейв. С АТП. Игнайт в одного, Файрбласт в другого. Ловит Стан Флай, Фелизори Орб, Сайленс. Файрбласт погибает. А резолюшн включив Шепшифт уходит. Там еще и Тролль где-то погиб. Где он погиб? Как снизу погиб у нас Тролль Варлорд? Непонятно. 1-4-5 у Сайленс сложной линии. Да, и видим, что в этой карте Эмпайр где-то не все так гладко, как хотелось бы. Фанатам этой команды, да и самим. Игрокам Эмпайр. Ну, 800 нафармил себе уже Афонин. Ну, так вот прям в наглую по Т2 Тавор заходит. И, возможно, Империя попытается сейчас прогнать. Перетяжки, Флайс туда смещается. Там уже Вангуард есть у Бристалбека. Двигает Волчат, дает Вижена. Лоха Дэн заходит вперед. Телекинезис в Дредда. Сразу же Файрбласт Игнайт. Дредд отстанивается. Заходит Сайленд. Свап неплохой от Дредда. Пытается уйти. Сточек Штормкина Техфилд неплохой. Получился год Дэмон. Но Дэмон сюда явно не хватает. Пытались еще цепить пак. Как говорится, дал Дримкоил и пошел. Но в итоге один фраг все-таки Эмпайр смогли сделать. Ну, правда, на суппорте. До сих пор Бримастер бегает еще и без Даггера. Боже, 1-4-4. Мне вообще страшно смотреть на кор-героев Эмпайр. Неплохо подцепили здесь Дестратор. Ну, посмотрите, их статы. 2-4, 2-8, 3-4, 2-4. Один только Резолюшн. 1-4-4. 1-4-1-4 смотрится неплохо. Но забирает при этом Империя Тавер. Двух суппортов они тоже сняли. Пытается сейчас достать Артеса. Игнайт заезжает. Ну, этого разобрали и разбежались. 13-21. Давайте посмотрим на графики. 7500 преимуществ у Хеллд Рейзерс уже есть. По Экспириенсу тоже так же. В БКБ успел наформить себе Шадоу Финн. Серьезный СФ. С выживаемостью теперь у нее полный порядок. Ну и ДПС будет, конечно, он хороший вносить тоже. Дэмбидж с руки у нее под 160. Плюс бешеная скорость атаки за счет Мома. Так, Салин покупает себе Блэйд. Будет Яшу уфармливать. Горит здесь. С Рошпитом. Возможно, пытается напасть. Артес заходит, видит Резолюшна. Вгрызается Гу. Резолюшн. Извязает Шейпшифт. Отличный Глимс. Кинетик Фил, Дрим Коил. Резолюшна держит. Пол ХП он уже потерял. Или Зори Арм Орб. И затыкивает его всем, чем только можно. И отправляет, наверное. Отличный ганг в исполнении Хелл Рейзерс. 22-13. Вы знаете. К успеху идут Хелл Рейзерс в этой карте. Зори Арм Орб. Залетает, дает прокаст. И минус Клай. Вот так вот, наверное, на месте побивали противника. Да еще и будут Тауэр забирать. Да, посыпались. Эмпайр. Действительно, сыпят. Сейчас отдаются один с другим. Ну, это тоже сами имперцы привыкли играть, конечно, с позиции силы. Привыкли сами вот так вот нагло нападать, убивать. Но вот видим, сейчас они очевидно слабее. И такие вот уже выпады им не удаются. Рейзерс их неплохо ловит. Пойнт Буйстер уже появляется в год демо. Хорошее начало для того, чтобы покупать себе Аганим. Горец тоже покупает себе Пойнт Буйстер. Тоже Аганим у него появится. Значит, действительно, даже если у саппорта такие артефакты, что же говорить о кор-героях? Ну, в частности, Артес. Бангуард. Покупает себе Сэндж. Не стал делать ПКБ. СР-1800 монет. Пака, Даггер, Пойнт Буйстер. Так, врывается. Тереним Йокун от Годема. Праймал Сплит пошел. Хорошо, кирпичик. Неплохо. Адреты свапают до последних и так. Да ладно, Годем живет. Как так-то? Ставится Тик Шторм. Годем. Занепогоню до конца от Примастера. Драк разделился на две части. Артес пытается убить всех Примастерят. Сален за Дредом до конца. Пробик уже погибает. Один-два размен. Входят ребят из Эмпайр. Прага продолжается. Афонин здесь под БКБшкой бегает. Бит здесь Резолюшн. Даже под Шип-Шифтом не боятся. Разворачивается пытается его убить. Здесь Горец. Пытался уйти на паки. Не отпустили. Три фрага уже сделали ребята из Эмпайр. Вгрызается Афонин. Его тоже убивает. Резолюшн чемпиэтом как-то остался в живых. Это минус три от Саленков. Ну, а теперь РДС остался. Хард-босс для ребят из Империи. То, что Артес на развороте уже готов убивать абсолютно всех. Лэп. Тепа-аут. Артес если чем сбить. Убивать нечем. Да и я думаю, что не особо. Империя уже хотела этого Бристалбека убивать. Все на лоу ХП. Но и отъехать. Но в любом случае драка неплохая. Эта Империя и получилась. Сален сделал трипл. Это небольшой такой возврат в игру. Это небольшой такой камбэк. Смотрите, за один файт получили 3,5 тысячи денег. И по экспириенсу 6700. Довольно-таки много они отыграли. Ну и тролля сразу Митрилхаммер появляется. Вообще вот этот, конечно, патч 6.83 это полная грязь. Потому что, ну, HellRazers, очевидно, выигрывали в первые 16 минут игры. Причем в салат выигрывали у противника. Но сейчас благодаря вот этому нелепо проигранному файту они могут даже с своей победой распрощаться. Потому что за одну эту драку и Тролль, и Эликан Троп, и Брюмастер получают невероятное количество денег. Посмотрим сейчас, что с ним делают HellRazers. Непонятный статик Шторм. Непонятный врыв от Гордса. Но Сален-то вроде цепили. Дрим Койл. Йоко получает стан. Сален-то в развороте пытается драться. Аллахо Дэн с Ликенезис. Дред отдаётся. Сален-то таки сделал смертоносную сферу убийств. И, ну, короче, бред. Немного я не понял, что сейчас изобразил у нас товарищ Год Дэм. Своим статик Штормом, Генетик Филдом. Кого он там хотел зацепить таким образом. Немножко непонятно. В итоге просто потеря ещё одного фрага. Сашу Яшу приобретает себе Бестилбек. Изолюшин по 200. Подпушил нижнюю линию. Сейчас вынуждено выходить. Лайт 1400 монет. Так, ну и Рошан, кстати, появится буквально через минуту. Посмотрим, кто сможет Рошана взять. Пока прежнему Хелд Рейзерс только хорошо всё абсолютно у СФа. Потому что у него Медас, у него БКБ, у него Мом. Покупает он себе Яшу. Нетворс топовый. Причём отставание того же самого Эликантропа от СФа наставляет уже 5000. Что воники много. 20 минут игры позади. Вот такой вот камбэк делают ребята из Эмпайр. 4000. По экспириенсу 2,5. Осталось плюс у Хелд Рейзерс. Ну то есть буквально ещё один выигранный файт и Эмпайр уже сравняется по экономике. Сайлент рецепт на БКБ уже имеет. Через 400 момент полноценное БКБ у него появится. Не так-то просто будет его уже забирать. Ну очевидно, что к этому времени не будет аганима у Пака и не будет аганима у Год Дэма. Хотя вот именно эти два аганима способны пробивать и... Ну в первом случае это конечно же пробивать БКБ, да, и давать стан сквозь БКБ. Это аганим на Паке. В любом случае это не давать вообще заюз в БКБ. Это уже случай с Дисраптором и его аганимом. Но были смерти, и поэтому конечно денег сейчас нет у этих ребят из Хелд Рейзерс. Купает себе Белл Тортес. Будет делать, как понимаю, башу. Ну ДД будет выходить как... Такой дополнительный дэмэдж дилер к дополнению к СФ. Так, ну и нас ожидает, видимо, какая-то схватка. Ну потому что ДОМ... Для того, чтобы зайти спокойно на Рошанчика, нужно конечно отогнать противника. Лучший расклад это выиграть файп и забрать Рошан. Смог вылазкать Сиренем от Хелд Рейзерс. Говорят, впрыгивает на Флайя. Сайлент не зацепает. Боже, он ничем не сцепил. Дримкоил просто в никуда ставит. Сиренем Флайя все-таки свапнули. Дал он, видим, фаер-бласт. Сиренем Сайлент грызает. Это Фоинь, как же быстро под Батл Трансом и БКБ, он его разрезает. Готэма тоже большие проблемы. Грызается у него также еще и Резолюшн. Минус 2 уже сделали. Под Праймал Сплитом бегает Резоль. Дреда съедают. Дред тоже минус. Это минус 3. 1-3 уже драка. Не отпускают Артеса. Тепаут делает у нас пак. Ему это удается сделать. Но Артеса будут цеплять. Тепаут он юзает. Если чем сбить... Не о чем сбить, я за чем уходить. Но в любом случае очередная выигранная драка для Империи. 1-3. Все, БКБ собрал себе Сайлент уже и он СФа не чувствует. Он не дал ему абсолютно ничего сделать. Даже сквозь БКБ просто пробил, побарабанил его с руки. Баши, баши и все. Ничего не... Никак не утих. Вот 1700 голды заработали. 4500 экспириенс. Ну и самое главное забирает, конечно же, Аегис. Достается он Резолю. Резолюшн уже полки раз себе выформил. Сайлент полторы тысячи денег после БКБ. 26, 21, 23 минута встречи и камбэк. Камбэк в исполнении Эмпайр. Первые для них были тяжелые 18 минут игры. Ну а дальше... Дальше все идет как в сказке. Победа за победой. Ну и все, от преимущества от Холл Рейзерс не осталось следа. Алху Дэнс. Так. Бегли по чужому лесу под смоком. Сален там же фармит. Свои леса не особо торопятся идти Холл Рейзерс. Они вот возле Энш. Пока где-то. Ну а Фонин нужно набирать души. Это понятно. Артес, судя по всему, и не Баша. Решил себя выформить. Убил себя Укрхлап. Ну что это будет? Я не знаю. Сэнш. С того, чтобы выйти в Холл Берт и как-то затыкает строля. Такой вариант, возможно. Такой план. Так, Афонин, кстати, очень опасно фармит. ЛБ Вижен. А вот Алоха Дэнс сейчас. На хайграунде стоит. Там и Сэф, Афонин заходит. Видит, что здесь нету нейтралов. Должен понимать, что противник где-то здесь бегает. Тут еще и под вардами пробежались у Симперцы. Пытается уйти. Йоку здесь. Годем может глимсовать. Глимсует. Брюмастера. Йоку подставляет спасатель Шторм. Йоку нужно уйти. Праймус Притон готов юзать. Юзай этого благополучно. Кирпич сразу же Афонина. Другого, видим, поднял просто в геульчик и отошел. Да, ну тут Примастера убить не получится. Пока еще развлекает оппонента. Но главное не забыть, что у тебя Праймус Притон имеет свойство кончаться. Получина отступает. Ну и главное, что не умер. Горец на топе. Его волчата палит. Горец остался 600 монет для покупки Аганима. Год демо новых артефактов не появляется. Такие ему нужно еще и варды при этом покупать. Опорный саппорт команды. Ну а Резолюшн тем временем нафармил уже на Кирасу. Йоку Огар Клаб 1900. Горца пытались забить. Горец. Паут. 25 минут игры позади. 26-21. Ну вот я жду того момента, когда Эмпайр все-таки выйдет вперед по Недфорсу. Пока прежде чем проигрывают 2000 денег. По экспириенсу 0. Ну и по сути игра начинается прямо вот с самого-самого начала. С примерно равными шансами на победу, да? Манта Стелл нарисовалась с верением УСФ. Так, в Йоку впрыгивает за Год демом. Год дем. Кинтифилл поставил, стекшторма у него нет. Глимсует Йоку. Алоха Дэнс здесь тоже. Форслах уже был потрачен. Но саппорты устремляются в погоню. За Год демом. Глимсует. Сфоровал Глимс. Боже, у Год дема. Как же четко опять играет Алоха Дэнс. Да уж. На максимальной дистанции своровать Глимс. Потом его сразу же заизать и вернуть Дисраптора. Ну просто жесть. Ну на ровном месте сделали фраг себе имперц. Ну и сразу же по миду будут сносить это два тава. Сомневаюсь я, что 4 на 5 будет Хеллд Рейзер здесь за свой тава драться. Покупает 7 Трилхаммер, Артес. Все-таки это будет БКБ. Откидывается вейвом дред. Агоним появляется у пака. Ну и весь коллектив Хеллд Рейзер смотрит, как у них падает. Т-два тава. Артес настакивает Клоу Спрея. Получает Игнайт. Афонин он тоже достается. Манта стайл. Афонин в погоню бросается. Видит здесь Огармага. БКПшку Афонин юзает. Флай очень больно. Накидывает ему там неплохо Афонин. Артес-тирень зашел. Статик Шторм никуда от Код дема. Ану Йоку пытается цепить. Не дает ему Праймал Сплит. Не успел дать. Там середина Сален. Скотт с резолюшеном пытаются Афонина поймать. Лекантроп в него вгрызается. Пытается убить Баш. Сален-то срабатывает. Это минус Афонин. Сален, правда, сам достаточно серьезно просел. Дерется. Пытается собрать Дреда. Ловит стант, умирает. При этом Дред у нас тоже погиб. 2-2 размена. Артес середина вгрызается в резолюшен. Резолюшен есть Аегис. Ему придется Дайкис отдать. Ну, а Лоха здесь тоже успел уйти. Дерется Флай. Дает Фаербласт Портеса. Гнает также. Ну, он просто принимает на себя все внимание стороны противника. Кстати, Алоха пытается ему как-то помочь. Зря Алоха вернулся, скорее всего. Или Зори Орб. Не успел уйти. В итоге он лишний раз нафитил только. Да, ну и Драку выигрывают Хелл Рейзерс на этот раз. 2 в 5 у нас размен произошел. С учетом смерти Оликонтропа. Потеря Аегиса. Ну, слишком многое потребовалось сделать Эмпайр. Для того, чтобы убить СФ. Да, они прям вот пробежали чуть ли не пол карты. Вот отсюда. Да, отсюда. И только вот здесь смогли они забрать СФ. Остались уже к этому времени практически без ХП. И тролль в свое здоровье потерял. Ну, очевидно, что и Шипшифт уже к этому времени кончался Оликонтропом. Ну, а дальше все увидели сами. Ну, и, конечно же, самое главное. То, что Праймал Сплита не было от Примастера. Он так его фоксовать и не успел. То, что БКБ. Без БКБ до сих пор Йоку. Его там станами, станами загнобили. Появит сейчас БКБшку. И уже попроще будет Йоку. Ну, что ж. Хелл Рейзерс шансы на победу пока не теряют. Немножко они выиграли сейчас. Чуть-чуть денег подняли. Посмотрим, как сложится игра дальше. 30, 24, 28 минут игры позади. Резолюшн. После Кирасы. Да, тоже Огроклаб Митрилхаммер. Также появится БКБ. Роля Саши Яша. Ламинатор БКБ. 100 кейншетов. Фармит Ортес. БКБ он себя уже насобирал. 1200 монет. Теперь уже можно и о Башере подумать. В Инфорс по-прежнему 2 кор-героя Хелл Рейзерс впереди. Конечно же, недоступен для всех Афонин. Несмотря на свои смерти. Чуть-то не в каждой драке. Все равно за счет Мидаса неплохо он успевает фармить. До драк. Я сейчас уже после Монта Стайл. 2700 есть. Хорошего суммона нашел Сален. Тауэр теперь, я не пытаюсь Хелл Рейзер забрать. Клип Фортификейшн здесь юзается. Там теперь, я не взцепили Ортеса. Ну как взцепили. Шли от него просто убежать. Ну и что это? Потому что это Бристал Дэк. Дредд. Ой, глимсует здесь Флайя. Дредд будет ли свапать? Будет ли свапать? Дредд не стал свапать. Сален теперь, я не пошел. Вошел в атаку. БКП. Тримкоил его сцепили. А вот они. 4,5 секунд. Сан и Сален-то разбирать. Сикшторм ставится. Ничего не успевает. Белтепайр. Резолюшн вошел в драку. Получает сразу Requiem of Souls. Очень больно. Ортес под БКБшкой. Праймал сплит. Время им заби... Сделал резолюшн. Пытает там кого-то убивать. Ортес получает фаербласт. Говорят здесь прыгивать за Алохой. Алоха или Зориор. Вообще пытается как-то мансовать. Живет. Лоу-хпшные ребята из Эмпайр. Но вроде как пережили. Нет, Огромак все-таки погибает. Ну а Hellraiser не потеряли никого. Да. Решает. Решает Аганим на паке. Сейчас действительно... Это Аганим подарил победу в файте для Hellraiser. Потому что 4,5 секунды Саленту под БКБ не дали ничего сделать. И Саленту очень быстро убили. Ну а впоследствии там Аганим еще и год демо появится. И конечно очень серьезно будет имперц страдать. 32,24. На секунду показалось, что... Hellraiser уже все поплыли. Эту карту будут отдавать. Но нет. Нашли в себе силы. Проводит неплохие файты. И имеет неплохие шансы для аккомпания. В этой серии. 32,24. 30 минут игры позади. Смотрим на графики. Опять же пошло увеличение в сторону 10 тысяч для Hellraiser. Эксперинс увидим 7,5 пока. Ну и через минуту с небольшим появится Рошан. Там видимо будет еще реной файт. Алоха купил Point Boister. Очень хочет не купить себе опять Аганим. Что в этой карте он может полезно своровать? Но опять же тот же самый Dream Coil, например. Который будет весьма полезен для Империи. Татик Шторм. Вполне. Интересное решение. Ну и Салпенжи Пулспирит, например. Почему бы и нет. Башер с терением появляется у Престалбека. Полаганима год демо. Полторы тысячи осталось дофармить. Так, АСФ у нас бабочку себе насобирала Фонин. Серьезно. Вот теперь уже так просто Саленс его не съест. Будут уже и промахи срабатывать. И нужно уже подумывать Саленс о покупке МКБ. А денег-то нет. Ждут Рошана. Ликонтроп насобирал себя только-только на БКБ. Рошанчик появится через 10 секунд. Хелл Рейзерс, я думаю, должны без особых проблем это Егис себе забрать. Ну а дальше Empire предстоит дефать в свою сторону уже. Саграли Рошанчик. Слышал, посмотрел, никого нет. Снова пошел на свой Рошпит. Драться собрались Империя. Судя по всему. Боит, горит. Стрим Коилл поставил на Саленс. Саленс под БКБ. Стоит на месте. Дредд высвапывает. Вот они с секундой. Стана. Саленс стоит. Правда, демиджа не хватает, чтобы его загрызть. Но убивает Теренем. Умирает Рубик. Там Теренем Праймал Сплит от Резолюшн. Ставит в Сикшторм. Саленс. БКБ у него закончился. Пытался выдавать топорики. Вгрызается в Дреда. Его забирают. Минус 2. Афонин убивает еще одного. Минус 3 уже. Ну, в общем-то. Салат просто переигрывает. Здесь Хелл Рейзер своего оппонента. Ну и вот тут Рошанчик. Можно забрать Айгис. Можно было, в принципе, попытаться зайти уже и на хайграунд сразу. Нижняя линия была довольно-таки неплохо отплушена. И в отсутствии тролля, и в отсутствии от него у него байбэка, как и у суппортов, можно было снести сторону. Ну что, Сыра Айгис. СФ забирает себе. А Айгис, Сыра, достается Артесу. И по мид-линии решили Хелл Рейзер спройтись. Так, будет заход на хайграунд. 19 секунд еще нужно тролля, чтобы отреспауниться. Ну, правда, там еще и у Йоку минуту целую не будет. Праймал сплита, конечно. Но без Праймал сплита бесполезный премастер. Резолюшн, в принципе, готов. БКБ, шип-шипт у него есть. Так, немножко погрызли до 3 тавер. Артес, поймал мультикасты различные. Игнайты. Роли уже возродился. Что-то сфоровал. Лоха Дэнс или Зориор. Так, Резолюшн. Получает Трим Коэлл. Сразу же пошел свап. Разорвали очень быстро Венжи Холл Спирит. Резолюшн идет грызть дальше. Забрал, видим, Дисрафтора. Ну, Йоку бегают по Кортесу. Пытаются разложить. Здесь прям вцепились. Три Коргерои. Подняли еще, мы видим, Горс. Это минус 4. Пытаются Афонин тоже забрать. Клэп. Афонина большие проблемы. Вот же, каким образом? Каким образом ребята из Эмпайр сейчас убивают пятерых? Это просто жесть. Full 5-man Team wipe в исполнении Эмпайр. В очередной раз Эмпайр Стрикис Бак. Ну, казалось бы, Хелл Рейзерс уже снова побеждают. И с Аегисом заходили ломать в сторону, выигрывать игру. А тут вот внезапно и минус 5. Бывает такое. Да уж, и теперь Эмпирия уже пошла пушить все, что только может. Ну, понятное дело, что у Коргероев здесь есть байбеки. Ну, с другой стороны, придется байбеки юзать. В пак уже. Байбек потратил. Бристалл Бэк тоже. Ну и осталось Эсэфу поражать. Парни, пари, смотрите, продолжают бить Т3. Четыре персонажа Хелл Рейзерса уже ожили. Но нет Эсэфы. Знают об этом Эмпирия. Съели. Т3 Тавер. Теперь будут есть в Бараке. Вот он, Баттл Транс. Пошел. Очень больно. Горь все временем. Заходит. Кентик Филл ставится. БКБшка от Саленса. Нужно набирать Барак. До смерти до конца Йоку свапнули. Праймал Сплит успел дать каким-то чудом. Сможет ли он уйти? Ну да, вроде как смог. Последнюю панду он сохранил. И ее пытается улизнуть. Оп, оп. Бежать, бежать. Нету вижна. Койл три штуки дал Афонин. Праймал Сплит закончил. Стримкоином сцепили Йоку. Нет, Йоку не ушел. Но в любом случае медлинию сломали Эмпайр. Я думаю, они довольны таким раскладом. Ну вот как так происходит в этой доте? Ну это просто жесть. Одна команда доминирует. Берет Аегис. Пытается закончить игру. Да, сломать сторону. Внезапно их убивают пятерых. И им сносят в сторону. Ну вот это бред, конечно. Просто жесткий бред. Ну смотрите. 12 тысяч выиграли Хелдрейзерс. Одна драка. Крафики снова ушли в ноль. По экспириенсу примерно то же самое. Ну а теперь Хелдрейзерс с пятером будут, так сказать, по миду. Качели, качели. Так, ну байбэк есть. Юбримастер и тролль Варварда. Но я думаю, что они не будут эти байбэки тратить. 30 секунд это не так много. Можно и потерпеть. Глиф тем более имеется. Глиф заюзали. Тролль сейчас уже появится. Хелдрейзерс. Сносит это три тавера. Остались в бараке. Юбримастер появится через 15 секунд. Нужно подождать. Но падает. Ранжевой барак. Афонинман поставил. Включает. Хауль пошел. Тролль топориками откинулся. Это ранжевой барак. Это не милишный. Хочется милишный забрать. Империя эти милишный поломала. Ну ладно. Хелдрейзерс в нему случае отошли. На халяву они, получается, забрали Т3 и... Барак рейнджевой. Посмотрим, что будет дальше. Крутая игра. Очень крутая игра. 2700 нафармил Сайлент. Лай здесь. Полаганима собрано. Резоль. 3800. Так, юзует смок. Видно, этот смок у ребят с Хелдрейзерс не было. Могут только догадываться, чем занимается оппонент. Нет. Форстаф и телодвижение. Артез здесь можно подловить. Артез купил из Гипперстон. Кулл Спрей дает. Нет, степить его не удалось. На миде видит Афлонина. Дает вижн, видимо, волчата. С другой стороны, Егорец был тоже в инвизе. В случае чего, подстраховал бы своего ОСФа Дримкойлом. Не получилось так вот. Насколько Эмпайр кого-то взять, загрызть и попробовать снимать в еще одну сторону. Ребята, все-таки... Аккуратнее подраться. Ну, Салит покупает себе Деменедж. Действительно, будет МКБ. Йоку 2300. И Сэф покупает себе Джевелин. Тоже МКБ, видимо, решил приобрести. Теперь уже Хеллрейзер смог прожимают. Ну-ка, демо готов агоним. Вот что важно. Второго уровня ультимейт. Если грамотный эстетик шторм поставить, конечно, можно и вообще в драке не увидеть ни Тролля, ни Лекантропа, ни Бримастера. Забегает, возглавляет это движение Афонин. Чужие леса. Именно там находится Империя, но они потихоньку перетягиваются уже на свою базу. Побаиваются, ибо знают, что противник может такое исполнить. Артез заходит. Так, Рубик может подставиться. Ой-ой-ой, есть Резолюшн. Резолюшн БКБ нужно активировать. Чипши сразу юзает. Вот Этен за большие проблемы. Артез с него вгрызается и убивает. Резолюшн драться ни в коем случае нельзя, но он придерется. Артез с него вгрызается до конца. Резолюшн погибает. Вот и Requiem of Souls пошел. Провально два кадра Империи. Пытаются убить Артез. Самого толстого героя решают убить Империя. Конечно, не получается этого сделать. В итоге погибают уже четверо. Байбэк сделали контроп. Бум ремастер под Праймал Сплитом. Осталась только последняя панда. Пытается уйти. Бить какую-то панду. Йоку кончается. Праймал Сплит на дагере уходит. На, подставились, подставились. Подсмог вылазку ребята из Импайр и провалились. 41, 30, 39-ая минута встречи. Ну и Тролль погиб, конечно, остался без денег опять. Изолюшн 2, 700. Пока ничего не приобретает. Есть Курьере. Что в этой карте может помочь? Ну, мы видели, что ставится Тримкоил, конечно, Резолюшн. Неплохо пробивается от Афони, от того же самого, от Артеса. Какой артефакт поможет Ликантропу в этом случае? Сложно сказать. Возможно, поможет, опять же, не подставляться под ганги от Хеллрейзерса, а нападать самим Империей. Потому что, например, если первый Ликантроп будет за замес входить с какого-нибудь Абисл Блейдата, который у него, возможно, появится, цеплять того же самого Афонин или Престалбека и очень быстро сгрызать, такой вариант был бы неплохой. Так, ну, зарождается Импайр, Хеллрейзерсы не спушили ничего за время нахождения кор-героев Империи в таверне. Значит, что мы увидим еще одну драку. Надеюсь, что и не только одну. 4,5 тысячи денег у Корца. Что за это паута уходит? Немного у него артефакт на 40-й минуте, но, возможно, еще один появится все-таки. Вопрос только какой? Ну, сейчас, вы знаете, БКБ у ребят из Импайр уже должны были быть 5-секундными. Да, вот у Сайлента 5-секундная БКБ, 5-и у Брюмастера. Я думаю, у Резолюшена тоже. Нет, у него 8. Есть смысл купить себе какой-нибудь Хекс. Так, для дополнительного контроля, например. Но ПАК покупает себе Плэйт Мэл и рецепт на Шива с Гарта будет Шива. И, вы знаете, Шива это неплохое решение. В общем, Шива уже готовая. И МКБ приносит себе Шадо Фин. Серьезный дембр с руки у Афонина. Поверка 400 наваливает под бешеную скорость атаки. Ну и заходить будут Хелл Резерс по мидлей. Но посмотрим, Импайр, удаст ли в этот раз сделать какой-то чудо камбэк. Выиграть драку. Вы хотите, конечно, сломать милишный барак. Возможно, даже Империя без сопротивления милишный барак отдаст. Хотя мы видим, вот какие-то стягиваются Кампайр. Какие-то священники, какие-то ТПшки. Пришел только Алоха. Алоха. Посмотрите. Трехитверстия Ганима собрал. Не хватает всего лишь 300 монет. И какой-нибудь ворованный Дрим Койл или ворованный Стих Шторм потом сможет драку перевернуть. Но не хватает. Возможно, стоит что-то продать Алохе. Что? Мэджик Вон продать можно. Потому что эта драка может быть последней для Империи. А может и не быть. Так. Врывается. У нас теперь не горит. Дрим Койл снова никуда. Горит уже который раз промажет Дрим Койлом. Не получается цепить. Хотя, если бы сейчас, конечно, поймали здесь Салента, то Империя могла и в Салат-драку проиграть. Искал через Несалент. Я был не возле своих тиммейтов. Так. Алоха. Что-то сфоровал. Сфоровал, видим. Кстати, Шторм сфоровал. Да каким образом он сейчас мог, кстати, Шторм сфоровать? Неужели Дисраптор после последнего замеса не вкастовывал ничего? Что это за бред? Как можно вот так просто взять и безрассудно давать Рубику такие ключевые способности? Что-то люто гореть у меня. С этого начинает. И Алоха покупает себе Аганимы. Кстати, Шторм под действием Аганимы сейчас от Рубика. Ой-ой-ой. Какая хорошая драка может от Империи получиться. Появляется Рошан. Циро Еги здесь. Так. Ортес. Гиперстоун. Плейтмел. Здесь 400 монет. Кираса совсем скоро появится. Так. Дают себе Вижн Хелл Рейзерс. Проверяют, не там ли Импайр. Случайно не убивает Ашана. Убедились, что нет. Сами пока оттягиваются глубоко в свои леса. Но Импайр решили вот так вот сбоку обойти. Через лес. С элементом Ганга. Так. Ну, какого-нибудь Сэвчика зацепить было бы неплохо. Сэв сейчас вниз будет перетягиваться, чтобы подфармить. Алоха здесь. Артес видит Алоху. Ставится Вард. Гримсует. Ой, Алоха. Статик Шторм ставит по четверым. Неплохо, ведь Эли Кинезис. Йоко заходит сразу в БКБ. Дредд. Лоу ХП. Готэм тоже ничего не смог выкистовать. В результате ставится Деком оф Солд. Афонин зажался, но и убить его просто нечем. Дредд свапает. Дредд подставляется сам. Дредд должен погибать. Но Афонин окручивает очень серьезно. Нечем убивать Исэпа. Падает Венжи Пл Спирит. Лоу ХП-шные ребята из Эмпайр. Ну, смотрите. Пытаются они хоть как-то драться. Таки падает Брюмастер. Падает Тролль Вардард. Ну, или Контроп. Еле-еле живой уходит. Ну, вот. Все идеально сейчас было в Империи. Идеально просто поставил Рубик у нас Солдик Шторм. Вот действительно, Алоха Дэн сейчас сыграл на 5 с плюсом. Но просто Афонин уже не досягаем. Вот эти вот промахи. Перь его пробить не может. Ни просто попасть по нему не может никак. А он с бешеной скоростью атаки бьет, бьет, бьет и бьет. 45-32 забирают себе ребята еще и Рошана. Это Аегис для кого-то. А, разрушили Аегис. Отлично. Сыр забирает Афонин. Неплохо так покупает себе Трэвел Ап. Неужели прям ни у кого слотов не было, чтобы взять себе Аегис? Кому-то хоть могли оставить. А, это может быть волчатами, кстати. Возможно и волчонком у нас сденайл Алеконтроп. Аегис. Что-то это проморгал. Да, Алеконтроп же точно уничтожил Аегисов и Мортал. Отлично. Да, неплохо здесь сыграл Резоль. Игра до конца, да? Даже если ты не замесен, но волчки должны контролироваться. 45-32, 45-ая минута встречи. Очень нужно Империи сейчас нафармить свои МКБшки. Причем я видел, что Илеконтроп тоже в МКБ потихоньку выходит. У него МКБ, кстати, уже есть. Вот у Троля появится через 700 монет. Но у Рубика уже нет Статик Шторма. О, Гармак. Ну, Флая. Еще нужно 1000 для покупки Аганима. Какая напряженная встреча. 45-32, 46-ая минута встречи пошла. Смотрите, какие графики. Просто Кавказский Гор рисует нам Дота. 12 тысяч по-прежнему преимуществу Хелл Рейзерс есть. По Эксперриенсу, видимо, уже больше 15 тысяч. И по МИДу заходит Хелл Рейзерс. Будут забирать милишный барак. Готовы ли Империя дефать? Пока юзит гриф фортификейшн. Залетают от 2 игнайты. МКБ тролль себе покупает. Видимо, что-то там продал. Мультикасты в Артеса. Алоха Телекинез. Йоку зашел. Ой, на него хороший ставит Статик Шторм. Не успевает ничего сделать Йоку. Пропадает. Свапы пошли в Афонин. Рекнем оф соусом в кастовый. Башем все-таки его цепляют. Убивают очень быстро Афонина. Неплохо. Будет рака продолжаться. Сейчас Байбэк сделал Примастер. Ликантроп уже погиб. Тролля тоже здесь изнасиловали. Афонин Телл Байбэк. Пришел Артес трипл килл. Но теперь и Бристалбэк тоже дает жару. Ну и в итоге, как его попишет Империя. Ну что ж, поздравляем Хелл Рейзерс. Тяжелый картин. Но удается им все-таки сделать камбэк. Они выигрывают эту игру. Сравнивают счет в серии. 1-1. Ну и третий решающий карт нас ожидает после небольшой паузы. Круто. Очень крутая игра была. Один момент казалось, что вот уже Хелл Рейзерс должны были выиграть. В другой момент уже казалось, что Империя в салат переигрывает Хелл Рейзерс. И вот каждый замес действительно решал очень серьезно. Но Афонин все-таки оказался сильнее в последней драке. В последнем ключевом замесе. Ну и все-таки Шадо Финн плюс Бристалбэк действительно помощнее выглядели. Посмотрите на их шмотки, нежели Тролль и Примастер. Ну Примастер вообще был, простите, делал бесполезным героем. Там даже если давал он Праймал Сплит какой-то, то толку от этого Праймал Сплита не было вообще никакого. Его достаточно быстро убивали. Ну и без формы тоже он раскладывался быстро. Ну Ликантроп и Тролль Варнард не собрали себе каких-то, может быть, ключевых артефактов. Видимо, не полностью собранный Тролль Варнард, Ликантроп тоже. В результате замеси их, конечно, раскладывали достаточно серьезно. Ну что ж, ребят, коротенькая пауза, мы вернемся в прямой эфир после этой самой паузы и посмотрим третью решающую карту. Карта, которая определит, кто у нас поедет в Шанхай, Хеллд Рейзерс или ребята из Эмпайр. Далеко не убегайте.